В Владивостоке. Вот видео разместили у нас на Телеграм-канале, поэтому советую подписываться на наш Телеграм-канал. Видео размещено. Теперь продают просрочку. То есть, если ее раздавали просрочку, то времена изменились, теперь просрочку продают. Магниты раньше продавала просрочку? Нет, когда это продает в магазинах, это понятно, вы меня не поняли. Просрочку продают Ту, которую выкинули То есть тот же магнит Выкидывает просрочку Раньше ее разбирали по помойкам А теперь просрочку выносят И продают там в пол цены В две трети цены и так далее Со скидкой продают просрочку Можете себе представить, да что докатились Слава наш дел правый, мы победим Дай бог Российский город оказался Первым в мире по грязному воздуху Это город Красноярск Ну я думаю, что второй В мире какой-нибудь Омск Третий в мире какой-нибудь Саратов И так далее То есть безусловно Соперничает Красноярск Только с российскими городами Я думаю, что Всех остальных, кого там Прицепили, это уже так Условно Условно, Красноярск это такой Как бы Олицетворяет всю Россию И вот удивительная вещь, да Обратите внимание Промышленности нет Все развалено А самый грязный город Красноярск Масса стран Где очень развита промышленность Просто промышленный бум Я бы сказал И они не вошли Их города не вошли В эту Даже в десятку Самых там Засранных Городов Так что, наверное, все дело Не в промышленности А в руководстве Во власти Большой театр Эхо Москвы Она заявляла Что Надо идти работать А не курить На заваленке Бычок Так что, я думаю Вот этими фразами Большой театр Нужен ей ответить На претензии О пенсии Скажет Слышь Ну тебе 60 Нету Будешь 60 Там Начислим тебе Пенсишку А так иди Иди работать Не курь И бычок Слышь 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 Продолжение следует...